А теперь новости спорта. Рубрика «Лоткарина-спортивная» с Романом Завьяловым, представленной при поддержке компаний «Типос», «Лифтремонт» и «Славянской подворье-Л». Хоккей вернулся в Лоткарина. 6 февраля съемочная группа рубрики «Лоткарина-спортивная» посетила первую тренировку лоткаринского хоккейного клуба «Арсенал», которая прошла в новом ледовом спортивном комплексе «Лоткарина», построенного в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Хорошо размявшись, хоккеисты поделились на две команды и сыграли товарищескую игру – синие против красно-черных. В ходе противостояния преимущество переходило от одной команды к другой. В результате победили красно-черные со счетом плюс три. Руководитель хоккейного клуба «Арсенал» Вадим Плотников пригласил лоткаринских любителей хоккея на первый домашний матч нашей команды, который состоится 21 февраля в субботу в 19.00 в ледовом спортивном комплексе «Лоткарина» в рамках ночной хоккейной лиги в категории 40+. Соперником нашей команды будет воскресенский химик. Как лед, как в целом каток, как играется, как дышится, как раздевалки? Очень приятно, все сделано со вкусом, очень хорошая арена благодаря губернатору нашему, нашему главы города Лоткарина. Огромное спасибо, столько лет ждали и наконец-то, поэтому все прекрасно. Большое спасибо администрации города Лоткарина, администрации Московской области, чтобы построили такой нам дворец. Это большой подарок, конечно, потому что, ну мне кажется, он не то, что в Московской области, во всей России, наверное, открылся один, наверное, ближайшие какие-то полгода, потому что, ну нет ничего такого. Очень довольна. Вот, на канале было лет по 10, мы вот 30 лет ждали, когда построили, мечтали об искусственном льду. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети, дети, вот, пришли заниматься хоккеем, вот, пока это в стадии становления, вот, пока одно фигурное катание. Вот, но надеемся, что сейчас все установится и дети придут заниматься. Тогда это будет победа для города, конечно, уже большая. Ну, предварительно играем 21 февраля с командой «Химик Воскресенск». Здесь? Здесь, да, в 19.00. И 7 марта играем с «Вихрем» Красноармейского. Это всероссийский турнир, фестиваль «Ночная хоккейная лига». 40+. Спасибо. В целом, как лед, как каток, какие эмоции, впечатления от нового ледового комплекса? Нет, ну, все отлично. Лед на уровне. На уровне всего Подмосковья. Ни хуже, ни лучше, я думаю. Мало где был, но этот лед хороший. Впечатление самое лучшее. Движение – жизнь. Лед вообще великолепный. Я, честно говоря, в московской области такого хорошего твердого льда не видел. Конечно, не хватает сеток, поэтому все играют немножко с опаской. Не бросают, не щелкают. Вратарей жили ее. А так вообще, конечно, каток построили арену великолепную. Я надеюсь, что фигурное катание и хоккей будет процветать в нашем городе. Будут заниматься молоденькие ребята. Ну, и мы ветеранам, если что-то останется на подкатку. Замечательный лед. Спасибо нашей администрации, мэрии вообще. Только мечтали, и вдруг это свершилось. То есть, на самом деле, очень здорово. Лед вот такой. Играть, получать удовольствие вообще городу просто замечательно. Все, я думаю, будут кататься, пользоваться льдом. Огромное спасибо. Ледовый дворец замечательный. Красивый, светлый. Я думаю, огромное количество наших любителей хоккея, фигурного катания будет здесь получать удовольствие. Мы сегодня первый раз на этом льду. Ну, по крайней мере, я. Эмоции колоссальные. Все здорово. Спасибо. Как вообще лед, как каток? Мне понравилось. Очень хорошо. Снег не надо чистить. Вообще замечательно. Очень все здорово. Короче, я очень сильно рад. Несмотря на то, что многие люди говорят, что никому он не нужен, кроме как хоккеистов, фигуристов. Не знаю, нам нужен всем. И люди здесь когда-то сходят. Я ходил, когда открытие было. Очень много народу. Все радуются. Большие плюсы. Минусов не вижу. Чемпионат и первенство города Лыткарина по лыжным гонкам на кубок главы города. 8 февраля на лыжной трассе Волкуша прошли чемпионат и первенство города Лыткарина по лыжным гонкам на кубок главы города. В соревнованиях приняли участие 500 лыжников в возрасте от 7 до 77 лет. В гонках участвовали представители муниципальных образований Люберцы, Балашиха, Малаховка, Раменская, Удельная, Островцы, Томилина, Чулкова и города Москвы. Лыткаринцам удалось покорить Кизистал. Победителями и призерами стали Брилева Анастасия, Ильина Дарья, Лапская Олеся, Ткач Ксения, Вранков Вадим. Среди ветеранов отличились Серикова Евгения и Чуриков Виктор. Новости футбола. Стартовало первенство ОАО «ЛЗОС» по футболу. 9 февраля в спортивном комплексе «Кристалл» стартовало восьмое первенство ОАО «ЛЗОС» по мини-футболу в памяти Алексея Ивановича Москвина. В первый день соревнований прошло два матча. В первом матче встречались команды «Студенты» и «Стекловары». «Стекловары» повели 2-0, но «Студенты» смогли забить три мяча и за две минуты до конца матча выйти вперед. На последних секундах игры «Стекловарам» удалось забить третий гол и уйти от поражения. Ничья 3-3. Во втором матче играли команды «Коммерсанты» против «Астрономов». Матч прошел без борьбы, так как «Астрономы» были значительно сильнее, победив со счетом 6-0. Матч прошел без борьбы, так как «Астрономы» были значительно сильнее. Новости футбола. Верхом на звезде. 8 февраля в Латкарине на стадионе «Полет» прошли игры зимнего первенства Люберецкого района по футболу среди юношеских команд. Гости к дюзшу Латкарина приехали футболисты из команды «Звезда» – «Люберцы». Первыми играли юниоры 2000-2001 годов рождения. Под руководством Евгения Вольперта латкаринцы смогли победить со счетом 6-2. Следом на снежное поле вышли футболисты 2004 года рождения – тренер Алексей Садов. Юные латкаринцы были на порядок сильнее и смогли победить со счетом 11-1. Третий матч прошел между футболистами 2002-2003 годов рождения. И вновь наша команда показала характер и выиграла в сухую – со счетом 5-0. Субтитры создавал DimaTorzok Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина спортивная», компаниям «Дипос», «Лифтремонт» и «Славянское подворье-Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов. Телеканал «Латкари». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова